Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Алексеева. В эфире программа «По существу». В нашей республике с рабочим визитом находится заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. За два дня он ознакомился с работой полигона твердых бытовых отходов, побывал на инновационном предприятии «Гален» и посмотрел, как реализуется программа капремонта жилых домов. Сегодня мы пригласили Андрея Владимировича к нам в студию, чтобы подвести предварительные итоги поездки вашей. Здравствуйте, Андрей Владимирович! Добрый день! Субботнее утро вы посвятили осмотру домов, которые отремонтированы по программе капитального ремонта. Ну что скажете, как прошла проверка? Скажу, что я удивлен, удивлен приятно. И вы видели, что проверка была выборочной не только по запланированному дому, но и по адресам, о которых коллеги заранее не знали. И во всех без исключения домах мы общались с абсолютно простыми жителями, которые увидели в квартирах, либо во дворе. И очень важно, что люди довольны, что люди понимают, что те взносы, которые сегодня платят за капитальный ремонт, они не где-то зависают на счетах или никуда-то тратятся. Они тратятся для капитального ремонта их домов. И то, что десятилетиями такого ремонта не производилось, а сейчас люди получили новую инфраструктуру, нетекущую крышу, что удивительно, на всех домах разные подрядчики, но все жители отмечают, что они работали быстро, не было пьяных строителей. И, слушайте, это говорит о том, что программа заработала, и большой ремонт начался. И, конечно, я рад, что и в моей родной республике эти дома ремонтируются, в том числе дома на Чупаевском поселке, который построен в 1940 году. И сегодня они отремонтированы, и люди довольны, и люди с благодарностью говорили о том, что, слушайте, мы десятилетиями не видели капитального ремонта, то теперь у нас современный, не советую, что построен в 1940 году, современный, комфортный для жизни дом. И что же это получается, что закон работает вот так гладко и не к чему придраться совершенно? Конечно же нет. Ведь, понимаете, на бумаге, бумага все стерпит. И на бумаге, конечно, можно построить сколько угодно планов. И то законодательство, которое мы приняли, для того, чтобы его запустить в действие, потребовалось достаточное количество времени. И, ну, откровенно скажу, что, конечно, мы вчера с главой республики обсуждали, что темпы проведения капитального ремонта, конечно, нужно увеличивать. И коллеги это понимают, но ведь принципиально важно за скоростью не забыть про качество. И если я сюда ехал, у меня были определенные вопросы к фонду капитального ремонта с точки зрения бумаги, да, что там есть еще дополнительная задача, там какое-то количество домов там перенесено на следующий год. Но то, что я увидел с точки зрения качества этих работ, меня полностью устраивает. И я уверен, что власти республики и региональный фонд капитального ремонта все донастроят. Не будет проблем еще и с темпами. И люди увидят, что капитальный ремонт работает, и люди платят взносы для того, чтобы капитализировать свою недвижимость. Допустим, что жители в домах, в чьих домах произвели капитальный ремонт, остались довольны. Но те, кто еще не попал в программу, они еще разницы не почувствовали. И для них это наверняка просто очередные денежные сборы. Все-таки 300 рублей в месяц тоже для кого-то немаленькая сумма. Вот как до них донести информацию, правильную информацию, как им в головы внести это? С вашей помощью. Вот мы сегодня же обсуждаем и показываем эти отремонтированные дома. У собственников есть выбор. Не хотят заниматься домом сами, не хотят открывать спецсчет, не готовы пока к этому. Отдайте деньги в фонд капитального ремонта, ведь фактически это такая касса взаимопомощи. Между прочим, это не российское изобретение, и в Германии кассы взаимопомощи, как кооперативы, там сегодня платят, дома строятся по очереди. Так же и здесь. Рекоператор сегодня платит все, дома ремонтируются по очереди. Но все должны видеть четко, когда, какие виды работ будут сделаны в их доме. Если сегодня не готовы заниматься, но через год все собрались и решили, слушайте, давайте-ка сами. Давайте не будем ждать 2022 года, а сделаем ремонт в 2017. Все, примите решение. Заберите деньги из регионального оператора, из фонда капремонта, откройте специальный счет и управляйте этими деньгами. Нанимайте сами подрядчика, не хватает каких-то денег, дополнительно скинитесь, возьмите кредит на дом, но сделайте капитальный ремонт раньше, ведь никто никому не мешает. Боитесь долгих сроков, боитесь какого-то обмана, заберите деньги. Откройте специальный счет, ремонтируйте сами. То есть, если говорить о двух способах, да, вот есть возможность копить деньги на региональном счете, на счете регионального оператора, и есть возможность собственный счет открыть. И если есть желание отремонтировать дом раньше, чем он попадет в программу, можно все-таки забрать деньги и открыть свой счет? Абсолютно верно. Можно забрать деньги, открыть специальный счет и тогда принять решение, доплатить недостающую сумму или взять кредит и отремонтировать дом не в 25-м году, а в 17-м. Пожалуйста, такие возможности есть. Тем не менее, на счете регионального оператора копят большинство россиян. Это вот по данным вашего сайта, сайта Минстрой России, это 87%. Люди боятся своими силами это сделать? Или вот какой способ выгоднее, так скажем? Вы знаете, люди, может быть, не все люди пока готовы. Но у нас есть, если в целом по стране, вы правы, 87% выбрали рекоператор, или просто не приняли никаких решений, поэтому автоматически ушли туда, то есть регионы, где более 50% открыли специальные счета. И мы считаем, что постепенно, когда люди увидят, научатся, как можно, что можно делать этот ремонт, что можно нанимать подрядчика, рынок этих подрядчиков сформируется. Вот, например, как в Чувашии, разные подрядчики, но с одинаковым хорошим качеством сделали работы. Я думаю, что тогда количество людей, которые деньги копят на спецсчете, их будет больше. И сегодня есть все возможности, и мы будем всячески стимулировать самостоятельность наших людей. Есть такие люди, которые все еще не понимают, зачем платить. Особое сопротивление оказывают пожилые и жители новостроек. Вот есть ли для них какие-то льготные, может быть, льготы или послабления в платежах? С чем не соглашусь. Вот пожилые люди, надо отдать должное, и в других регионах, и в Чувашии, мы общались с простыми жителями, они как раз прекрасно все понимают, платят своевременно не только за капремонт, но и за жилищно-коммунальные услуги, за остальные, и еще и контролируют качество работы. Есть действительно жители новостроек, которые говорят, ну, слушайте, у нас новый дом, зачем платить? У субъекта есть право на пять лет освободить этих жителей. Право своим законодательным актом. Но давайте, опять же, посмотрим правде в глаза. Сегодня дом новый, но там в зависимости от дома, через 15-20 лет необходимо сделать один вид работы, дальше второй, дальше третий, четвертый. Копить-то нужно сразу, ведь вот у нас в нашей аудитории есть и люди с бухгалтерским образованием, и они знают, что такое амортизация. Ведь когда строится новый объект, с самого начала начинает начисляться амортизация. То есть копиться деньги на замену этого объекта, когда прекратится его срок эксплуатации. Вот взнос на капитальный ремонт, в том числе по новым домам, это своего рода амортизация. Построили, начинайте копить. Накопили определенные деньги, и регион вправе принять решение, все, дальше можно не копить до проведения работы. Но новые дома, старые дома все равно копить нужно. Ведь если завтра придется, или послезавтра, или через 15 лет, особенно по новым домам, а они большие, их ремонт дороже, проводить этот капитальный ремонт, то может так оказаться, что в то время не смогут собственники вынуть там по 150, 200, 300 тысяч рублей и единовременно заплатить. Поэтому копить нужно сразу. Важно, чтобы этими деньгами было право и выбор у людей управлять. Такой выбор сегодня есть. Все-таки у пожилых есть вот такой нюанс, они говорят, а я не доживу до того момента, как сделают капремонт в моем доме, для чего мне это нужно? Вопрос справедливый, вопрос честный. Но давайте так. Ведь у нас для большинства россиян квартира – это единственный актив. Я уже об этом говорил сегодня в том числе. И у большинства россиян, в том числе пожилых, есть дети, внуки и иные родственники. И ведь это имущество – это вопрос тоже и наследства. И этот актив, эта квартира, это имущество, оно отойдет по наследству кому-то. Если нет наследников или не хотите оставлять, у нас сегодня каждый гражданин может доприватизировать свою квартиру, отдать ее муниципалитету с правом постоянного проживания, ну тогда муниципалитет будет за вас платить взнос. Такое право тоже есть. Но если вы хотите сохранить свою собственность, а в конце концов завещать эту собственность, тут вопрос оплаты взноса не связаны с возрастом, а связаны с наличием квартиры в собственности. Сегодня капремонт осуществляется по программе софинансирования. Правильно ли будет сказать, что в будущем, не знаю, далеком, недалеком, он стопроцентно ляжет на жильцов? Нет, во-первых, государство из этой темы, из этой программы не уходит. Более того, но приоритетом государственной политики является помощь не всем и миллионерам, и людям с небольшим достатком, а помощь именно тем, кто нуждается в финансовой помощи. И те люди, которые, льготные категории граждан, люди, которые имеют небольшой достаток, они получают льготы и субсидии. И государство этих людей не бросит. И у нас одна из самых совершенных систем соцподдержки, в сравнении даже с другими странами. Мы только в этом году за полугодие оказали господдержку именно в виде социальных выплат при оплате капитального ремонта более чем на 20 миллиардов рублей. Это почти 30 миллионов человек получили такую поддержку. Вот главная задача государства – защищать необеспеченных, защищать льготников. И государство с этой задачей и справляется. И, безусловно, это будет одним, и на такая государственная поддержка будет продолжаться. – Некоторые собственники приняли решение создать свой собственный счет, известили об этом мэрию, регулярно перечисляют в платежи. Но фонд с упорством шлет еще одни квитанции. К сожалению, есть такое. В результате жильцы получают две и нервничают. Кто прав? – Кто прав в каждой ситуации, нужно разбираться. Но здесь как раз задача государственной жилищной инспекции – разобраться, посмотреть. Если собственники принимали такое решение, если оформлен протокол, слушайте, пусть люди открывают специальный счет, копят сами. И если региональный оператор с упорством продолжает что-то слать, ну, значит, накажем регионального оператора. Просто может так получаться, или иногда так бывает, что собственникам кажется, что они приняли. Ну, кто-то собрался, поговорил, а решение не оформили. Документы в жилищную инспекцию не отправили. И им вроде кажется, что они же обсудили, они же вот с соседями своими по площадке договорились, а им продолжают слать квитанции. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться. Но для этого существует государственная жилищная инспекция, которая должна поставить все точки над «и». Если не прав региональный оператор, значит, соответствующее наказание будет для руководства. Если люди просто недопоняли, что они поговорили, а решение не приняли, не оформили, тогда людям будет разнесено. Но любой такой вопрос – это полномочия ГЖИ, госжилинспекции, с этим разобраться. Сегодня очень много говорится о частном государственном партнерстве. Получается, программу капитального ремонта тоже можно отчасти считать реализуемым по такой схеме, где в плане частников выступают собственники жилья. Ну и полигон ТБО, о котором мы рассказывали, на котором вы вчера побывали, он тоже построен в рамках концессионного соглашения. Вот почему сегодня делается такой упор именно на частное государственное партнерство? В чем вы видите его перспективы? Вы правы, что делается упор. И нас всех радует, что уже не только говорится, а делается. Тот же самый мусороперерабатывающий комплекс – это же не просто обязательства, это же не просто слова. Это построенный современный объект, который начал работать. И упор связан со следующим. Жилищно-коммунальное хозяйство – это огромный, огромный рынок. Это очень мощный сегмент российской экономики с гарантированным спросом. У ЖКХ нет конкурентов, нет другой отрасли с таким гарантированным спросом. Мы свет, тепло, воду и услуги канализации нужны всегда любому человеку в современном мире. И вкладывать сюда деньги с учетом новых законов, новых правил, которые мы приняли, стало выгодно. Зарабатывать не на сером потоке, не приворовывая, а стало выгодно вкладывать сюда, зарабатывать прозрачно в белую, обеспечивая модернизацию, обеспечивая создание новых мощностей, обеспечивая повышение качества услуг. И сегодня бизнес пошел в эту сферу. А если бизнес пошел в эту сферу, вкладывая свои деньги, это значит, что с этим приходят новые люди, современные менеджеры, эти люди приводят новые технологии. Это значит, что жилищно-коммунальное хозяйство меняется, оно становится современным. У нас еще предстоит много работы. Но первые шаги в этом направлении сделаны. И сегодня уже частный бизнес, частные инвестиции остановить сложно. Мы точно не будем возвращаться к советскому ЖЭКу. Мы строим современную отрасль, современное жилищно-коммунальное хозяйство России, которое будет удобно, надежно и доступно по цене. И именно с этим связан упор, потому что мы считаем, что именно современный добросовестный предприниматель, рискуя своими деньгами, вкладывая инвестиции, может сделать эту отрасль соответствующую всем международным нормам и стандартам. ЖКХ меняется. Главное, чтобы оно менялось только в лучшую сторону. Так и происходит. Между прочим, даже последние социологические опросы всероссийские показывают, что каждый пятый россиянин увидел улучшение в работе жилищно-коммунального хозяйства. Для нас, мы считаем это действительно очень важным, позитивным сигналом, когда и люди уже начали оценивать те изменения, которые в этом секторе происходят. Ну что ж, я хочу вам сказать спасибо за беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok